Этого члена комитета скажут в своем мнении. Пожалуйста, разрешайте. Сейчас микрофон. Вот не то назову. Ну, естественно. Да. Так. Уважаемые. Результат следующий. Афанасова Ирина Сергеевна, 15 баллов. Отлично. Маюк Дарья Юрьевна, 13 баллов. Отлично. Иванова Анастасия Михайловна, 10 баллов. Хорошо. Машошина Светлана Юрьевна, 12 баллов. Хорошо. Моисеева Элла Владимировна, 13 баллов. Отлично. Рогова Юлия Ивановна, 14 баллов. Отлично. Стоценко Наталья Владимировна, 14 баллов. Отлично. И Зверев Дмитрий Геннадьевич, 8 баллов. Удовлетворительно. Вот такие. Да, вот такие результаты по сегодняшнему. Иванова еще один вопрос ей нужно подготовить. Тогда мы объявим. Вот. Мы поздравляем с этими результатами, потому что вы придерживались и того, большинства и того плана и показали эрудицию по некоторым вопросам. И вот первый этап продвижения к заветной цели на завершающем таком финише уже пройден. Поэтому я пожелаю, чтобы вы в творческой выпускной своей работе квалификационной вы также подошли с такими же, может быть, и даже лучшими результатами. Это успехов. Кого ответить можно, по вашему мнению? Ну, отметить, вот мы уже баллами отметили. Здесь мы были, в принципе, единодушны все, да, по количеству и по ответам. Афанасова, да, Ирина, 15 баллов тоже. Ну, есть у нас и, например, те, кто вот, и Рогова Юлия под 14 баллов, и Моисеева Владимировна неплохо отвечала. Поэтому оно все так отражает количество баллов и вашу глубину познания. Спасибо. Арифметика помогла, когда было 13 с половиной, мы отрубили до 14. И было несколько лет, 13 с половиной, да? Получилось 13. Арифметика, когда бабушка в курсу пошла. Хорошо, начинаем тогда с левой стороны. Сергей Сергеевич, отметьте, постарайтесь отметить самое интересное, может быть, кому потянуться надо. Надо кому-то потянуться обязательно. Так, друзья, ну я на самом деле буду крат. Да, я что хочу сказать. Вы знаете, на ситуации экзамена это всегда лотерея. Но сегодня, мне кажется, не лотерея была. Если лотерея, то каждый вытащил свое. Я очень рад тому, поскольку мы с вами знакомы с первого курса. С первого курса. И я помню, как мы с вами прям возились с этими темами курсовых и так далее, да? По сути, каждого из вас я не только узнавал со стороны знаневой, да? А узнавал еще как отдельно взятого человека, который проявлял себя там как студент в общении и так далее. Я видел, какие у вас сложности были. Я видел, с какими проблемами вы там боролись, чтобы закрепиться, остаться на учебе и продолжать ее и так далее. То есть я за всем этим наблюдал. Очень рад за большинство из вас, что не сломились, не остановились. Продолжили и взяли сегодня свое. Я уверен, что каждый из вас вот в этой оценке взял все-таки свое. Только чем ушел. Потому что результаты сегодня высоки. Это я говорю результат. Ну а качество. Ну все впереди еще. Опробуйте себя, опробируйте. Там у нас еще одна встреча. Покажете себя. Кого я отметил? Кого я отметил? Я вот честно, вот где-то на третьем курсе, на третьем курсе, а может и на втором, я такую резкую динамику заметил в Эрли. Вот она прям у меня осталась. Вот динамика была мощнейшая. Прям да, вот резкий скачок. Резкий скачок. То есть, ну вот прям, это я отмечу в плане усилий человека, там, идти к своему, к образованию, добиваться чего-то. Ну, с точки зрения, там, знаний, их приобретения, ну вы не зря сегодня сказали, да, инциклопедические знания. Вот у Ирины, у Ирины Афанасовой. Ирина молодец. Наталья Стаценко, она вот сегодня отвечала, я не знаю, при такой жизненной ситуации, шестеро детей и так далее, схватиться за образование, учиться и вот дальше. Еще на примере своем показала нормативно-предсказуемый кризис взрослости. То есть, ну, здорово, здорово. То есть, есть еще и такая вот саморефлексия знаний приобретаемых. Здорово. То есть, ну, тут за каждого можно что-то сказать. Дарья молодец. Правда, теряется в устном таком обсуждении, но, по крайней мере, вот, на материал, как она представляла, там, сказал. Я сначала подумал, ну, она списала где-то. Не, ну, в той структуре, в которой она излагала, 50 на 50 у меня такое теперь. Ну, в целом, молодец, да. Старались. За ваше старание. Вам вознаграждение. Желаю вам успехов. И вот, надеюсь, результат, который сегодня постарались показать, я не говорю показали, потому что уверен, в больших возможностях, вы еще покажете вот во время защиты дипломов. Там ваше творчество. Там ваша работа совместная. Будьте самими собой. Чего добились-то делать. Скажите свой результат. Все успехов. Спасибо. Я хочу передать микрофон, Марья Антоновна, чтобы не забыть, я хочу отметить, что вы не могли воспользоваться шпаргалкой. Это очень и честно. То есть, шпаргалок не маленький, поэтому ваш ответ в руках. Это очень и честно. Это тоже очень важно. Потом скажите, Брюк Забриневич, моя очередь. Я сегодня буду тоже постараюсь быть краткой. Это что-то вчера я разошлась. Нет, говорите, говорите. Мне очень понравился сегодняшний день. Очень понравились ваши выступления. Ваши выступления, я сказала. Можно даже назвать их докладами по тем вопросам, которые звучали в билетах. Хочу отметить, что сегодня у нас только одна тройка, хотя было каждый день по две. И гораздо больше пятерок. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано, может быть, со средой. Со средой развивающейся. Возможно, с ближайшей. Зоной ближайшего развития. Хочу поблагодарить всех. Поддержать Сергея Сергеевича в плане Эллы, ее содержательных ответов. Действительно наблюдается очень такой сильный рост, прогресс. Хотя с дипломной работы мы возимся до сих пор. Как вы сказали вчера, Валерий Сергеевич, террор со стороны руководителя. Садизм. А, садизм. Да, вот со стороны руководителя садизм наблюдается. Но я думаю, что мы все-таки преодолеем это. Тривер. Процесс как тривер. В общем, спасибо вам. Я сегодня буду краткой. Нет, говорите, что вы говорите. Я вам много сказали. В общем, Евгения у нас. Ребята, ну вот я уж точно буду краткой. Я рада первому знакомству, которое сегодня у нас с вами произошло. С нетерпением буду ждать защиты ваших работ, где вы сможете показать уже себя, я считаю, во всей красе. Потому что экзамен – это все-таки такая лотерея некая. А там вы сможете проявить именно все то, чем вы научились на факультете. Спасибо большое за сегодняшний день. Я вас поздравляю. Вы большие молодцы. Спасибо за то, что вы так много всего выучили. И, ну, в общем, как-то преодолели свое волнение, все хорошо рассказали. Мне кажется, умение, ну, донести знания и то, что было выучено. Это тоже очень важно. Вот. В общем, интересно, какие у вас будут работы. Спасибо большое. Ну, я не случайно сказал про Ирину. Антиклопедичное знание – это действительно всегда радует Ирину. Два года тому назад мы начали очень интересный эксперимент. Они с Олегом Сергеевичем проводили обучающий такой блок «Культура умственного труда». учили мыслительной деятельности на основе методологии мыследеятельности. И в этом, на этих мероприятиях участвовала Ирина. Несмотря на то, что там схемотехника была, мелкий шрифт и так далее. Ирина была на всех занятиях. Это было по воскресеньям. Там была Ковалева тоже, Джабарова. Вот. И это, ну, если смотреть разные уровни обучаемости, то четвертый уровень считается переход на новые стадии умственного развития. Эта работа была очень сложная. И я вот наблюдал, как Ирина вникала во все это, участвовала и так далее. Для меня это было радостное, как бы, состояние. Вот. Это действительно было очень значимо. И всегда, Ирина, мы вас любим, вот, гордимся. Несмотря на то, что есть какие-то проблемы восприятия, но вы по максимуму. И не стыдно, когда вы где участвуете. И от факультета представляете наш университет и так далее. Вот. Сегодня, естественно, Элла порадовала. Ну, я бы обратил внимание, Анастасии, вам надо подтягиваться. Мы всегда отмечали во время обучения, что не хватает теоретического уровня знаний. В ответе Светлана подчеркивала, у нее те вопросы были про эмоции первые. Вот это я сейчас в таком напряженном, типа эмоциональном состоянии. Если бы не такое, я бы, может быть, и лучше ответила постоянно на ссылки на свое состояние, как-то оперативское, мне кажется. Вот. Ну, где-то слово потребляли, мне кажется, этим. Надо подтягиваться. Я так и делаю. Состояние. Правильно? Вот. То есть, где-то еще кому-то надо потянуться. Ну, правильно, вы, Светлана, отметили, что чем больше, чем больше знаем, тем, кажется, меньше, да? Тем больше хочешь знать, осознаешь, что больше не знаешь. Правильно? Чем больше узнаешь. Я надеюсь, что это познание будет продолжаться. Вот. Через месяц мы выйдем на защиту выпускных квалификационных работ. Там уже где-то проще, потому что мы это знаем, к этому мы будем готовиться. И хочу сказать, что в середине июня мы проведем интернет-конференцию, покажем свои заслуги своим младшим братьям и сестрам, чтобы они посмотрели, к чему надо стремиться в рамках интернет-конференции. А потом мы всех пригласим на защиту. На защиту приглашайте родных и близких там в группу поддержки. Это открытое мероприятие. Мы будем делать трансляцию, записывать. Но перед тем, как уже выступать на этом, мы будем готовиться, готовить презентации, обсуждать выступления, потому что важно еще грамотно представить свою работу. Мы пока ничего вам не сказали про Кириллову и Юлю. Мы еще не поставили окончательную оценку, но чтобы вас успокоить, хочу сказать, что мы ее уже, тот вариант, который она прислала, она сдает в специальном формате. Это специальная программа, которая одобрена Министерством образования. Здесь есть ее сертификат этой программы. Мы впервые используем эту программу в том случае, когда человек не может приехать и нет другого варианта, то рекомендуется через эту программу. Вот это все эти свидетельства, сертификаты, мы первый раз разрешаем в таком формате. Всегда надо было приезжать в университет. Но у Юлии шансов приехать сюда нет, и поэтому стоят вопросы вообще как-то давать. Юля уже ответила на полтора вопроса. Мы положительно уже оценили, там по количеству баллов пока не определились, потому что еще дописывает ответ. Поэтому оценка уже хорошо есть, но по баллам мы пока не знаем. Я хотел бы попросить Сергею Сергеевичу немножко прокомментировать по поводу стараний Юлии и так далее. Когда мы обсуждали, вы сказали очень важные моменты, связанные с Юлей, чтобы у вас была какая-то информация. Я думал, что ситуация оценки – это такая закрытая ситуация, не обязательно об этом говорить. Я просто предложил поддержать Юлю ее оценку объективную, в каком смысле. Вот вы понимаете, каждый из нас в ситуации, извините, всегда говорю прямо, да, но бывает. Но не бывает, а жизнь так сложена, что некоторые находятся в ситуации, которая называется ограниченные возможности здоровья. Я был вместе с вами многие годы. Я видел, кому как даются знания, и кто к чему стремится, и у кого какая цель. Я видел старания Юлии, как она познает, как она хватается за знания, как она видит в научном знании само знание, а не науку ради науки. И я видел старания профессионально расти, взять от жизни ту квалификацию, которую приобретают условно здоровые для того, чтобы идти дальше с жизнью, профессионально развиваться, учиться дальше и так далее. В этом смысле я поддержал и сказал, что вот, если можно этот балл добавить в плане приоритета председателя, как это возможно, да, именно это старание брать от жизни. Ну, вот это мы хотели еще подчеркнуть по поводу Юлии, Юлия не может говорить, или... А мы хотели, чтобы вы тоже знали... Потому что, на самом деле, друзья, очень сложно прочитать текст. Вот я вспоминаю, когда первые годы на ДО начинал работать, но читаешь текст, ты не знаешь человека, ты не видишь. Ты знаешь область своей компетенции, ты знаешь область тех знаний, которые там отражены. И ты ставишь оценку. Но за оценкой стоит, как правило, конкретный человек. И мы не просто педагоги, преподаватели. Можно я добавлю еще? Да, да, добавьте. Как научный... Просто на том, что это обсуждение, хочется в некоторый важный момент еще таки обозначить. Я, как научный руководитель... Я прошу учения, наверное, многим от меня случится такое не очень, да? Здесь мало вероятств. Так как я Юлю вела все эти годы, начиная с курсовой работы, я хочу сказать о том, что, несмотря на то, что она не может говорить, она очень хорошо пишет. У нее есть несколько работ, несколько статей. При этом мне не очень много пришлось прилагать усилий для того, чтобы поправить тот текст, который высылала мне Юля в рамках научной статьи. И я надеюсь, что та выпускная квалификационная работа, которую мы будем оценивать, она тоже будет представлена на достойном уровне, потому что Юля – пишущий человек. И я думаю, коль она пишущий, возможно, она состоится в профессии как пишущий человек, консультант, который может отвечать на письма тех клиентов, которые обращаются по электронной почте, потому что, ну, на самом деле у нее есть такой талант. Спасибо. То есть комиссия поддерживает Юльчак, вот этот балл не повлиял на системе вот этой пятибалльной. Пятибалльная, пятибалльная, это хорошо, а вот сейчас еще после окончательного ответа, когда она пришлет, пока вот мы подводим итоги, она дописывает ответ по одному из вопросов, вот, видите, все как бы там, эта программа не разрешает пользоваться никакими интернет-ссылками, она блокирует все как бы, да, если захочет человек, это второй, это все записывается, ну и так далее. Вот эти все свидетельства есть. Мы долго думали, каким образом представить возможность сдавать экзамен и так далее. Вот такой вариант мы приняли, и вот он. Сейчас мы при вас это реализуем. Хорошо, какие есть, может быть, хотите что-то сказать. Мы видим, сколько цветов вокруг. Вот. Ну, кто хочет сказать. Ну, намек я сказал, кому цветы будем вручать. Пока мы не разошлись. Да, хорошо. Так, а пока вы не торопитесь, не торопитесь, а я сейчас вам цветочки поднесу, чтобы они не стали. Ну, спасибо. Ну, я хочу поблагодарить комиссию вас всех за вашу лояльность, за ваше терпение, за ваше доброжелательное отношение к студентам, за то, что вы вкладываете не только знания в нас, но и душу. Соответственно, немножечко, да, и попросить прощения за злоупотребление. То, о чем сказал Бронис Бронис. С своим состоянием и то, что я не смогла сказать, то, что я как бы знала, не знала, ну, это же другой вопрос. Не суть. Спасибо Сергею Сергеевичу за вашу детальность, за вашу подробность, за вашу теплоту, за вашу добросовость. Спасибо Марии Антоновне. Мария Антоновна, я не знаю, как вам описать, просто это фейерверк чувств и эмоций, да, в моем случае, да, у меня чувство эмоций, видимо, развита достаточно сильно. За вашу теплоту, за вашу поддержку, за вашу эмоциональную вовлеченность в процесс обучения и в процесс работы с каждым студентом. Благодарю. Спасибо комиссии. Вот стресс отпускает, я уже могу как-то адекватно реагировать на окружающие студенты. И что-то, собственно, говорить более-менее складно. После что-то пойти в эмоциональную вовлеченность добавить. Да-да-да, по теориям эмоционального интеллекта, собственно говоря, да, не хочу. Очень. Первые источники вряд ли, наверное, сейчас уместны. Но постараюсь, чтобы на дипломной работе вот эта эмоциональная составляющая не сыграла такой роли, которая, как сейчас, постараюсь быть лучше. Собственно говоря, чтобы можно было внятно, потому что работа у меня достаточно интересная, она достаточно объемная. Там все, естественно, и поэтому... Вы, кстати, не торопитесь отказываться от эмоций во время защиты, потому что одна из эмоций ремонта – это оценочное. В зависимости от того, как вы оценили свою работу, вы будете презентовать. Ну, я надеюсь, что работа будет оценена и презентована в более лучшем виде, чем прошел экзамен. Я ее оценила хорошо. Я надеюсь... В плане эмоционального отношения замечательно. Я получила большое удовольствие. И если бы была возможность, я бы еще кое-что углубила, изменила. Но, тем не менее, даже в том виде я получила удовольствие от работы, от самой темы и от исследований. Спасибо. Кстати, мы несколько встреч имели с пенсионерами. Где Мосфильм, недалеко от Мосфильма, есть центр социальной, так называемой, реабилитации. Там, где собираются пожилые люди, и они проводятся проявленными ремонтами, мы решили с ними позаниматься. И на одной встрече Светлана рассказала историю собственной семьи и так далее. Всех так тронуло. Все настолько как-то прослезились и настолько было проницательно. История из жизни, когда бабушке 90 лет. Сколько, да? 102. Расскажите немножко о двух словах эту историю. Вообще-то очень поучительная история. Нет, вы понимаете, как... Очень поучительная для всех. Вот это, да. Ну, как бы было много тренингов. Я не буду углубляться в историю семьи. Просто был немного нет тренингового формата. Для меня... Я пришла посмотреть, как можно работать тренером и, возможно, каким-то образом поучаствовать. Для меня было открытием, ну, собственно говоря, те новообразования возраста, которые прописаны в учебниках. Я их увидела воочию. Это рентгеностановки. Люди не хотят уже ничего не менять. Им ничего не нужно. И если быть вот вкратце и говорить с юмором, то люди хотели от жизни единственное, что денег и антидепрессантов, да? Это, собственно говоря, и разговор о каких-то психологических тренингах там был, ну, как бы, вполне затруднительный. У людей была оборонительная реакция, собственно говоря. И я решила... Да, там блокировала всю группу, собственно говоря. И я решила как-то разрядить обстановку и рассказать реальную историю жизни. Они говорят, что ничего изменить невозможно, собственно говоря. Жизнь уже прожита, и вот выхода нет. Невидимый свет в конце тоннеля. Да, у меня действительно не моя родная бабушка, а тетя, которая 102 года, и которая была участником войны. У нее была очень сложная судьба. Она похоронила всех родных, она осталась одна уже, все уже ушли раньше нее. Но она в какой-то определенный период жизни, она выжила и прожила такую долгую и счастливую жизнь деятельно. До 102 лет она в здравом уме и светлой памяти и ходит еще выступать с тренингами, собственно говоря. Только благодаря тому, что она не позволила себе сдаться. Она сказала, что когда заболел ее сын, она сказала, что я не должна сдаваться и посвящать жизни сыну. Я должна действовать, я должна оптимистично относиться к жизни. Она заняла активную позицию. Она стала ездить по школам, она участвовала в советах ветеранов. Она 98 лет бежала, кросс какой-то. И благодаря вот этой оптимистической позиции, благодаря деятельности, активности и то, что она, собственно говоря, считала своей миссией людям сделать, донести до людей какие-то проповеднические даже по поводу войны, по поводу своего жизненного опыта. Когда она была медсестрой, ей позволило дожить в таком качестве. 102 года ей сейчас. Она жива. Ну, сейчас уже, как бы, немножечко, конечно, здоровье стало за себя напоминать. Ну, не так, чтобы сильно она. Поэтому и этот пример, наверное, немножечко всплыхнул общественность. И, собственно говоря, и как-то они подумали, что, наверное, может быть, еще не все кончено, собственно говоря. И потом, поскольку я в достаточно юном возрасте, нет, молодом, не в юном. Юность уже прошла. Она уже закончилась к тому моменту. Чувство юности не покидает, но юность кончилась, к сожалению. Приобрела группу, да, собственно говоря. И какие-то этапы прохождения старости, которые вот они проходят сейчас, можно сказать, я на себе ощутила, поскольку я была ограничена в движении, в общении. И во многом, в общем, пенсионный возраст в какой-то момент своей жизни я достаточно молодой прожила. И где-то их понимала, может быть, несколько больше, чем они ожидали. Вот, наверное, все. Спасибо. Ну, вот так, что работает, например, для других, как надо жить. Правильно? Ну, и вот, Мина Светлана очень развитила обстановку, потому что там одна все сопротивлялась, сопротивлялась, да. Да, вот одна была, которая все-таки недовольна жизнью и тому подобное. И когда Светлана рассказала эту историю, как-то ситуацию разведела. Вот так бывает в нашей жизни. Всегда сопровождают родители, они рядом с нами. Всегда мама рядом с Даней. Да, мне очень радостно и грустно с того, что все заканчивается. А радостно, потому что дочка училась, она выросла здесь, она научилась здесь говорить и стала намного сильнее, чем она была, когда пришла сюда. Вот. И я хочу поблагодарить вас всех за это, потому что все вместе мы сделали... Ну, хорошее дело. Я хочу... Ну, все мы... ...со своего огорода подавить цветы. Они не успели рассыпить, мы очень хотели... То есть съемки нам в комиссии, потом раздаем добавок, да? Можно поставить в огород. Если возьмешь, я посажу здесь лёхо. Даже на подоконник можно, да, поставить. Кстати, мы-то привыкли Дарью... Ромашки, да? Ромашки, да. Это ромашки. Спасибо большое. Даже на подоконнике пусть цветут, правильно? Дарью-то мы привыкли под фамилией Вторыгина. Вторыгина и вдруг в списке другая фамилия. Я не могу понять, кто такое Майок. Есть виновник? Давай виновник. Вот этот виновник представал, послал США в инвидицию, когда была там, перспектива организовала, всё брали и делали, это перед Новым годом было, да? Я ещё раз всех приветствую, всем спасибо. Я здесь первый раз. Да, у нас был такой случай, как у нас как раз был проект «Перспектива», и мы работали в качестве журналиста Дарьи. Я была оператором, а Дарья... Да, она спрашивала вопросы, и мы у посла, и у Гликозы, и у вас какого, и у Деннис Роуз, как целый фильм там какой-то они сейчас монтируют. Вот, ну, так вот мы заочно с вами познакомились, то есть первый раз. Да, теперь Дарья моя жена. Нет, я, говорю, не ура. Вот, я этому очень рад, что она молодец. Она так волновалась, всю ночь не спала, но вот собралась и выступила. То есть вы видели ту сторону, которую мы не видели? Да, да, да. Да, да. И подготовку и так далее, да? Да, спасибо. Спасибо большое. Итак, подходим к концу сегодняшней нашей экзаменационной процедуры. Никто, никого, не желание там с 15 на 14, с апелляцией можно подать, там вдруг, да, там не согласны со сценкой. Нет таких? То есть нет таких, да? Ну, мы тогда вас составим с нашими менеджерами, нашими тьюторами, нашими помощниками. Вы будете обсуждать вопросы подготовки уже к следующей процедуре, что нужно сделать. Внимательно следите по поводу проверки приложений к диплому. Все старайтесь сделать вовремя, как положено, чтобы мы этот оставшийся месяц успешно дошли до конца, но очень ответственны. Дальше мы, как я уже не один раз говорю, когда вручаем дипломы, мы идем в ресторан, да? Ну, не самый дорогой, где подешевле. Насколько я понял, 1 июля родители уже предлагают пойти в ресторан 1 июля после защиты выпускных квалификационных работ. Подумайте, над этим мы можем и 1 июля сходить, и можем сходить после 15 июля, когда вручим дипломы. Мы любим ходить по ресторанам, поэтому не помешать. Мне каждый день мы ходим, правильно? Вот, поэтому нам хотелось бы отметить вручение дипломов. Это очень важно все-таки, такое событие отметить вместе и так далее. Большое вам спасибо. Я хочу поблагодарить нашей комиссии за терпение. Три дня трудится, вот три дня слушает. Я хочу порадоваться, что мы не можем вам давать возможность шпаргалками пользоваться. Единственная подсказка – это вот программы и словари, которые вы могли, а шпаргалками нет. Поэтому честно вы отвечали. Это, естественно, не просто так. Поэтому вам желаем хорошего отдыха. К комиссии большое спасибо. Мы через месяц встречаемся уже выпускные, принимаем ваши работы. Вы хорошо отбросите. Вот впереди выходные еще дни, поэтому желаем вам успехов. Хорошо, а мы тогда пойдем еще к Кирилловой потом подведем ИСЛГ и пойдемте к вам. Хорошо, тогда вы пока остаетесь. И тогда...